Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули у нас сегодня с вами, как вы понимаете, мукбанг. Я вовсю стараюсь, снимаю для вас контент, пытаюсь радовать вас, а вы взамен, чтобы мотивировать меня, просто подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Я обещаю, что я продолжу снимать видео в том же ритме, если вы будете подписываться и будете мотивировать меня. Итак, что у нас сегодня? Молочный ломтик, который мы покупали с вами вместе. Я их покупала, по-моему, 6 штук, 2 уже съела. Здесь у нас бутерброды со шпротами, я их просто обожаю. Здесь сыр Филадельфия, огурчик, шпроты и листья салата. Здесь моя любимая яичница с помидорками. Хотела сначала глазок сделать, а потом решила все-таки сделать эту яичницу еще сверху. Можно добавить сыр, просто у нас не было сыра. С сыром получается вообще обалденно. Также здесь у нас коллаборация смешариков и растишки. Сколько здесь? Раз, два, три, шесть штук. И запивать мы это все дело будем. Кофе три в одном. В последнее время я прям подсаживаюсь на кофе каждое утро, чтобы взбодриться, мне нужен кофе. Давайте приступим. Я даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с бутербродов. Вот этот вот, например. Вот. Сегодня я перед собой положила действительно много. И вот в таких случаях, когда я доедаю до конца, моим почему-то подписчикам это не очень нравится. Начинается. Сколько можно жрать. Тебя никто не прокормит. Честно, я на мукбанках никогда не заставляю себя доедать до конца. Я всегда ем столько, сколько я хочу. На мой взгляд, со стороны смотреть на человека, который давится едой, зрелище не из приятных. От настроения зависит. Вот есть люди, которые заедают свой стресс едой. У меня не так. Когда у меня какая-то стрессовая ситуация в жизни, мне вообще не хочется кушать. И наоборот. Когда все хорошо, я просто обжираюсь, как свинья. Зелено. Ахахах. Ахахахах. бабушка моя всегда говорила что когда выбирали работников в те времена, когда она была молодая девочка всегда сажали за стол и смотрели кто как кушает кто ест быстрее и много то значит много работает как вкусно обожаю почему-то мы всегда на Новый год делали эти бутерброды и вот я сейчас их кушаю у меня такое ощущение, что вот Новый год кстати гирлянду хотела сюда заказать у нас в городе эти гирлянды продают только под Новый год я хотела как-то крашить, сделать задний план в общем у нас эти гирлянды только под Новый год продают и определенные я нашла на Вайлберрис я хотела заказать кто не в курсе у нас открылся Вайлберрис открылся и удачно закрылся не успела я ничего заказать хотя все все успели те кто что-то заказал они уже свои посылки даже получили уже и распаковки сняли я помню я купила тональный крем от Коллаген который был популярен в бьюти-блогеров где-то года два назад мне в комментариях все начали писать вот интересно в Баку все-таки отстала или просто Айка отстала от жизни я вам скажу честно это просто я тормоз что-то вот популярно все купят начнут пользоваться там нахваливать им уже это надоест я только принимаю решение что надо купить кто такой же тормоз пишите в комментариях вы знаете раньше был популярен такой скульптор от Сибалим Пахама Мама или Ход Мама там разные были и вот года четыре назад просто слышно было о них из каждого утюга я вот сейчас собралась их покупать тормоз уровень бог эту яичницу я готовила для друга детства и он так нахваливал меня он говорит это чудо ты такая молодец такая умница вот когда тебя хвалят тебе хочется еще больше что-то делать вот он меня нахвалил я на следующий день приготовила пасту мы каждый раз ужинали вместе когда я была в деревне я ему звонила я говорю ты где что приготовить тебе и он такой чтобы я не заморачивалась приготовь свою яичницу он прям меня нахваливал говорил это лучшая яичница в моей жизни я не преувеличиваю эти бутерброды они просто волшебные вкусно очень наконец-то немножко похолодало и наконец-то в ресторане который находится под моим домом больше нет живой музыки они поют только тогда когда на улице сидят люди как бы создают такую атмосферу люди прям там танцуют и все слышно у нас в квартире причем вы знаете страдаем только мы потому что в соседнем здании живет мой брат я недавно была у них в гостях у них были открытые окна и двери и все но при этом не было абсолютно слышно а у нас прям наши все окна смотрят на этот ресторан очень неудачная квартира как-то мы ее спонтанно купили мне она не нравится и какая-то аура здесь мне не нравится конечно надо пробовать и йогурт и все остальное я просто не могу остановиться настолько вкусные бутерброды в общем минусов у этой квартиры дофига и вчера ночью я лежу смотрю видео девушка показывает свою квартиру студию у нее панорамные окна от пола до потолка там знаете квартира где 35 квадратов то есть супер маленькая и льет дождь как из ведра и такой вид просто там стоит такой вайб у нас просто мне кажется таких маленьких квартир нет у нас застройщики сразу строят для огромных семей по крайней мере я не видела совсем забыла я же поставила опросник в инстаграм я засклиню все вопросы и потихоньку уже на следующих мукбанках буду отвечать сколько детей ты планируешь интересный вопрос я точно не сторонник многодетных семей сколько бы у меня не было финансов мне кажется у меня не хватит любви чтобы разделить между всеми детьми поэтому не знаю честно пока что у меня нет детей и мне очень очень нравятся девочки маленькие девочки я просто обожаю напишите в комментариях кто у кого есть дочки я шла не помню куда я шла в общем внизу рядом с площадкой шла девушка если я повторяюсь извиняюсь в общем шла девушка с коляской но коляска была в собранном виде и на руках у нее была маленькая дочка я не знаю сколько ей может месяца 8-9 максимум до года такая малюсенькая и настолько красивая и в общем ей надо было разобрать коляску и она окликнула меня и говорит девушка можете помочь и дает мне ребенка я говорю может быть я вам помогу коляску открыть потому что мало ли что ребенок начнет плакать зачем маленькая но такая красивая такая знаете куколка просто я вот взяла ее на ручки и у меня знаете внутри как будто все перевернулось странное ощущение скажу вам честно впервые в жизни хотя я держала в руках своих племянников еще что-то но в этот момент я почувствовала что-то знаете такое вот необычное да простят меня все карапузы мальчики я просто настолько люблю девочек обожаю просто обожаю это моя слабость я бы очень хотела дочку первую дочку я уже даже придумала имя мне очень нравится Николь то есть победительница мама была победительницей съела тут все на столе дочка будет победительницей у нас еще кстати есть такие дурацкие традиции в некоторых семьях то есть например у тебя рождается ребенок и ты сама не можешь назвать этого ребенка его должны назвать старшие то есть на Кавказе есть такие традиции то есть они решают как назовут твоего ребенка вот я надеюсь что у моего мужа не будет такой семьи которая захочет назвать моего ребенка Бахдагюль но до сих пор это практикуется естественно старшие тоже не называют как-то по-дурацки но все-таки эта традиция имеет место быть обычно старшие называют твоего ребенка в честь предков то есть например прабабушки бабушки которые уже нет в жизни то есть они называют этим именем и тем самым как бы воскрешают этого человека то есть этот человек заново живет у меня например двоюродный брат назван в честь моего дедушки йогурты были вкусные жалко их было мало то есть если так произойдет понятное дело придется подчиниться искать окей называйте как-нибудь классно я потом переименую ее но вообще я не поддерживаю эту традицию мне кажется родители должны сами решать как называть своего ребенка меня кстати тоже не мама с папой назвали меня назвала моя двоюродная сестра то есть бабушка сказала что ее пусть назовет моя тетя а тетя сказала пусть назовет моя дочка и она назвала меня Айнур но честно я благодарна ей потому что я настолько люблю это имя мне оно настолько нравится я встречаю других Айнур и все они мне очень нравятся то есть знаю несколько Айнур все они такие успешные классные то есть если бы при рождении можно было меня спросить я бы выбрала Айнур мама хотела Эльвирой назвать но мне не подходит Эльвира вот прикиньте я Эля Эля Эмили нет это не мое с яичинкой мы тоже покончили что у нас осталось киндер молочный ломтик ну здесь бы чай а у меня здесь кофе уже закончился с чаем хорошо пойдет уже 19 минут если у меня будет сын я даже не знаю как бы я его назвала мне нравится имя Араз это как бы в честь моей фамилии вообще я замечаю что за последние 5-7 лет вот эти традиции наш менталитет он конкретно искореняется появляется все больше феминисток людей которые просто хотят жить для себя у людей появляется толерантность уже молодые не живут с родителями в большинстве случаев если есть возможность все живут отдельно давайте все откроем чтобы дело пошло быстрее это мой любимый десерт кстати вы может подумаете что здесь у меня грязно на самом деле нет перед каждым мукбанком я вот эту вот как называлась эта штука в общем вот эту штуку я каждый раз меняю не беспокойтесь здесь все чисто следующий вопрос задает твинс какое качество характера ты бы хотела добавить к своим а какой убрать я бы хотела быть более эмоциональной это добавить а убрать не знаю даже я я прям подвешена чужому мнению несмотря на то что я уже блогер много лет какие-то высказывания в свой адрес меня обижают например недавно от общих знакомых я услышала что оказывается я раньше была страшная сейчас стало типа уровень не знаю какой уровень не стало типа раньше я была страшна и меня как-то это немножко даже грожит хотя кто этот человек мне никто по большому счету сказал что-то и сказал наоборот по идее я должна радоваться что я осталась со временем лучше просто меня немножко обижает что раньше этот человек со мной общался и считал меня страшной получается так то есть хочешь не хочешь я зацикливаюсь на мнении окружающих мне бы хотелось чтобы мне было вообще плевать потому что люди вокруг они всегда как-либо будут комментировать вашу жизнь хорошо вы будете делать плохо вы будете делать все равно свои 5 копеек вечно они будут вставлять какой длинный мукбанк получается мукбанк для последней честно нижнятина и я наелась было реально очень вкусно вам огромное спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте подписываться каждая ваша подписка для меня очень много значит она мотивирует меня создавать для вас новый контент всех люблю с вами была Айка пока